Всем привет, с вами Ханзо Мейнер и сегодня мы рассмотрим пятничный выпуск дневников разработчиков. А перед тем как начать видео, я немного похвалюсь тем, что вхожу в топ 10 игроков по количеству побед в соло режиме. И каждый день в 18.00 я показываю игру на своих стримах, так что приходите сами, приводите друзей. Если вкратце пробежаться по наиболее интересным вещам, которые хотят реализовать разработчики, в первую очередь это больше видов оружия. А также его баланс. Планируется изменение параметров у штурмовых винтовок. Для повышения точности в стрейфе уменьшенный разброс за счет увеличения рекойла. По сути они хотят увеличить точность за счет снижения темпа огня. Планируется улучшение пистолетов-пулеметов. Но тут все упирается в силу дробовиков. На данный момент в целом на расстоянии автоматы и так могут себя реализовать за счет хитскана. Да они не так точны, но для точных выстрелов есть автомат с прицелом. Который за счет пониженного урона способен наносить точные выстрелы на любом расстоянии. А также конечно снайперские винтовки. В ближнем бою дробовики сильнее любого другого оружия. Даже казалось бы такого грозного оружия как РПГ. Которое наносит чуть больше 100 урона. В то время как дробовики все 200. Так что в первую очередь при ребалансе оружия нужно смотреть на дробовики. А не на все остальное. Еще больше расходников. К примеру банка восполняющая сразу и здоровье и броню. Это все конечно очень здорово, но и сомнительно. Слотов не так много. Носить с собой даже сейчас несколько банок брони и аптечку. Означает невозможность взять с собой что-то посерьезнее автомата, дробовика и снайперской винтовки. А вот зелье увеличивающая скорость бега на небольшое количество времени очень и очень бы помогло. Ибо зона часто уходит в одну сторону. И если ты до первой зоны бежал очень долго или вовсе бежал в буре, не успев отличиться, тебе уже нужно бежать дальше. Упрощение метания гранат методом добавления видимой траектории ее полета. Подобное есть в ПБГ, но не думаю что подобное имеет смысл в Фортнайт. Гранаты не самый лучший слот, а кому надо в принципе и так умеет их кидать. Или просто спамят, чтобы игрок сместился с позиций без возможности стрелять в вас. В общем не самое нужное и важное изменение из планируемых. Автоподбор расходников не занимающих слоты инвентаря. Пожалуй самая здравая и конкретизированная цель команды разработки. Во-первых это действительно нужно, во-вторых это давно пора сделать. Долой закликивание по куче лута с киркой в руках, потенциально подставляя себя под вражеский огонь. Ну и наконец вишенка на торте обещаний. Прогресс учетной записи и кастомизация персонажа. Пожалуй самый ожидаемый апдейт для игры. Людям это интересно, мне это интересно. Бесплатная кастомизация или платная лично для меня роли не играет. Мне главное иметь возможность сделать персонажа уникальным. Чтобы глядя на него в поле люди понимали, этого парня стоит опасаться. А на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии о том, что нужно добавить или убрать из игры. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok